Приветствую всех, кто смотрит это видео. Хочу сделать короткие обзоры на свое путешествие в Гренландию. Подробнее о нем вы можете почитать на моем сайте travel.ruplanet.top или guru-nm.naro.ru Здесь я просто расскажу немного о своем маршруте, некоторые моменты, которые стоит учесть. Вот такая вот она страна льда, хотя и называется она Greenland, то есть зеленая земля. На самом деле она вот такая, ей больше бы подошло название Iceland, то есть ледяная земля. Из зелени там только сланники и мхи, а деревьев там нет. Если есть, то это посадили люди. Страна, конечно, красивая, но и очень дорогая. Не в плане того, как там, а в плане того, как туда добираться. Итак, сейчас я расскажу немного о основных моментах. Вот так вот выглядел маршрут, по которому я добирался до Гренландии. Летел я туда на самолетах. Хотя добраться туда можно и, по-моему, из Европы на пароме. Но стоит это дороже. И вообще перелеты как бы тоже там недешевые. То есть все перелеты не обошлись где-то 100 с чем-то тысяч, 110 что ли, или около 100. Это еще тех рублей, которые были до повышения, то есть до 2014 года. То есть реально очень дорогие перелеты туда, потому что по самой Гренландии и в Гренландию из Европы летает компания Aero Greenlands, по-моему. Сейчас не скажу точно. Это надо посмотреть в отчете. И эта компания там является монополистом, поэтому цены Aero Greenland очень высокие. Я летел тогда через Норвегию. Норвегию и Исландию. То есть из Москвы в Осло. Из Осло летел в Исландию. Причем если прилетаешь в международный аэропорт Кефлафик, бывший военный, натовский. Американский. И вылетаешь в Гренландию уже из местного аэропорта, который находится в Рейкиявике. Вот здесь вот, на окраине. Также из этого местного аэропорта и осуществляются перелеты по самой Исландии. Также, ладно, сейчас расскажу про перелеты, а потом уже про визу из Рейкиявика. И я летел уже вот сюда. Вообще из Рейкиявика летает, по-моему, Aero Iceland, что ли. Какая-то компания исландская. Они, кстати, летают во многие части Гренландии. И, по-моему, даже на восточном побережье куда-то они летают. Вот так что, основной хаб еще там в Исландии находится. Прилетел я вот в Нарсарсвак. Так как живут там инуиты, коренное население в Гренландии, то и названия там в основном вот такие вот сложные для произношения. Здесь я вот прошел такой вот небольшой трек. Кстати, там везде фьерды. Машин там, в принципе, машины есть, но дорог там нет. То есть они здесь короткие. Основная дорога вот здесь вот идет вот где-то вот досюда, наверное. И это... Да, 5 километров всего. И эта дорога... Здесь раньше был военный госпиталь американский. И, в принципе, аэропорт уже американский. Еще с давних времен. Вот. И еще есть вот здесь вот большая деревня. Через фьерды переправляются на лодках. Вообще там в основном... Основной транспорт это лодки. То есть моторки там всякие. Вот. А, вот здесь, да, кстати, есть еще дорога. Вот так вокруг фьерды. Это я уже забыл. И даже вот досюда есть дорога. Но она такая, такого плохого качества. То есть как вот в горах. Там разбита-разбита грунтовка. Они ездят там, в основном, на джипах. А вот еще здесь есть река, которая вытекает с ледника. А вот ее иногда можно переехать на тракторе. Вот здесь видно. Где-то здесь вот они, по-моему, переезжают. Вот. Но в основном переплывает на лодках люди. Потому что здесь, по берегу фьерда, есть фермы инуитские. Вот. Здесь я вот прошел вот в такой трек. Сходил вот до этого вот озера ледникового. Интересное очень озеро. Потом прожелся вот до этого ледника. И вернулся вот через вот это вот. Вот эти горы. Более подробно посмотрите в моем отчете. Хотел сходить вот сюда. Но вот здесь был вопрос вот с мостом через заторы реки. То ли он был, то ли не был. Я так и не выяснил. Проверять что-то как-то не хотелось. Плюс еще здесь были некоторые в маршруте прижимы. Не знал, как их обходить. По-моему, вообще вдоль этой реки никто не ходит. Идут как-то вот здесь вверх. Но это уже так. Отступление от правил. Еще можно сходить вот сюда. Вот здесь плавают айсберги вот с этих ледников. Сюда их загоняют или течением, или ветром. Да, на берегу там валяются. В общем, можно сюда прогуляться. Когда я вернулся на Арсарсвак, я еще сходил в короткий трек. Ну, в основном, в него ходят все туристы. Это вот до этого ледника, вот досюда посмотреть на него. Но я прошел все немного дальше. Дошел вот досюда. Перевалил через этот хребет, такой невысокий. Вот до этого озера. Вот посмотреть на этот леник сверху. Из Нарсарсвак я полетел в Илюлисад. Тоже такое название. Хотя рейс там писался как прямой, но на самом деле он летит с остановкой, с пересадкой. Через столицу Гренландии, Нук. Здесь вот была пересадка. Потом была, кстати, еще одна пересадка. Вот в этом вот. Кангер-Люссуак. Кстати, самый большой аэропорт Гренландии, несмотря что это не столица. Но все равно аэропорт здесь самый большой, такой цивильный прям. Это бывший, но, кстати, он не бывший, по-моему, он даже действующий. Американский военный аэродром. Потому что я видел, там приземлялись борта с американскими звездами военные. Вот. И отсюда, вот сюда. Город Айсберг. Вроде по-инуитски. Илюлисад значит Айсберг. Здесь вот. Ледниковый фьорд. То есть, весь этот фьорд забитый льдом. Вот этот центральный леник. Вот здесь этот язык вытекает в море. Вот здесь вот. От него здесь откалываются. Огромные куски льда, как острова. И вот постепенно дрейфуют сюда вот. К выходу в море. Здесь вот все море забито этими айсбергами. Там проводят экскурсию. То есть, на катерах катают. Среди айсбергов. Вот. Я еще здесь я сходил в трек. Вот вдоль вот этого фьорда. Вот до этой бухты. До этого залива. Входить я его не стал. Вот. Ну, мне этого хватило. В принципе. Кстати, на ютубе можно найти интересные видео. Такие впечатляющие, как вот здесь вот снимали такой камеры. То есть, как бы это таймлапс, как вот откалывается лед вот здесь вот. Ну, очень, конечно, впечатляет. Кстати, отсюда летает на вертолете. Но если у вас есть очень много денег, то можно слетать на вертолете вот сюда на экскурсию. Посмотреть лично, как это происходит. Из Илюлисата я взял экскурсию. Все экскурсии в Ирландии очень дорогие. Вот эта экскурсия вот на таком небольшом кораблике вот к этому леднику. Обошлась мне где-то в районе 10 тысяч нашими рублями. Вот. Ну, не знаю. Ну, может быть, конечно, она не стоит от этих денег. Но раз уж ты приехал в Гренландию, то стоит посетить вот это место. Ну, интересно, конечно. То есть, ты с моря смотришь на вот этот огромный ледник. Такая стена там. С нее падают куски вот этих откалывающихся льда в море. Здесь, кстати, есть небольшой кемпинг. То есть, этот кораблик везет туристов сюда, потом заезжает сюда, кого-то здесь оставляет и возвращается обратно. Или кого-то забирает. Из Юлилисата уже на самолете можно лететь в более северные поселки Гренландии. Но это еще дороже. Даже вплоть до Тули, по-моему. Такой городок там есть. Еще одна тоже американская база. Вообще вся Гренландия в этих американских базах. Не знаю, хотя она и принадлежит Дании, как бы официально. Но американских баз там, мне кажется, не меньше, чем датских. Обратно из Юлилисата я вернулся в этот поселок Кангерлиссуак. Здесь, кстати, наверное, самые длинные дороги во всей Гренландии. Здесь есть дорога до ледника. Я читал, что вроде это Volkswagen делала для того, чтобы испытывать там машины на льду. То есть вот они сделали эту дорогу. Дорога, в принципе, хорошего качества. Грунтовка, но не совсем разбитая. Туристов в основном катают вот к этому леднику на автобусе. И я дошел до него где-то. Ну, за день, дня за полтора можно дойти. В принципе, и идти интересно, кстати. Вот, то есть не обязательно покупать за огромные деньги эту экскурсию. Вот она, эта дорога видная. Она даже дальше идет. Да, она уходит вообще далеко. Вот так что интересно прогуляться пешком. Причем здесь по пути даже есть большой короткий трек. Здесь, как бы, пишется, это водопад. Но это очень узкое скальное ущелье, куда, где несется вот эта вот ледниковая река. Там очень много воды. И она вот в этом узком ущелье там бурлит, кипит. Если есть время, то можно сходить даже вот к этим ледникам. Вот сюда. Вообще здесь есть где походить. То есть, если сюда прилетать, то можно здесь найти, что делать. Кто-то ходит в эту сторону. Здесь, по-моему, даже какой-то порт есть. И когда я был, вот здесь вот Нарсарс, в Кангерсуаке есть мост. Старый мост. И когда я был в этот год, практически перед моим приездом, в леднике, когда я потом нашел в интернете, вот в этом, в каком-то из этих ледников, прорвало, ну, как бы протаяло ледниковое озеро. И вниз хлынул огромный поток воды. Этот мост смыло. То есть, там даже на Ютубе есть видео, где там вот эта ревущая прям вот эта мощь воды огромная. Там даже трактор какой-то смыло. А я когда уже здесь был, вот этой части моста, с двух частей состоит, вот этой части моста не было. Я подумал, что он просто может быть на ремонте решать что-то. Оказалось, что его просто смыло водой. Вот. И уже из Кангерсуака, я полетел напрямую в Копенгаген, в Данию. То есть, из Европы есть прямые рейсы. Не знаю, вот как сейчас, раньше были. То есть, вот из этого, из Кангерсуака в Копенгаген есть рейс. Вот. В Копенгаген. И также с Копенгагена можно напрямую прилететь вот на Арсар в Суак. Вот сюда вот. Ну, я летел в Нарсасово через реки Явик. Было, тогда, по-моему, дешевле, что ли, было. Сейчас уже не вспомню. Но в отчете, может быть, там я и написал почему. В общем, вот такая страна. Восточное побережье здесь гораздо холоднее. И там практически нет земли без льда. Единственное, где тут самые главные аэропорты, это вот здесь вот. Какое-то сложное у него название сейчас. Тоже какая-то бывшая военная база. Вот. Вообще, здесь есть поселки по всей Гренландии. Вопрос денег. Если у вас есть очень много денег, то вы можете заказать и вертолет, и самолет частный, и даже катер какой-нибудь, который вас прокатит по этим фьордам, сводит к ледникам. В общем, все решается деньгами. Если денег нет, то самый дешевый вариант, вот который я показал. Если еще хочется посмотреть на Гренландию и побывать там, то вот такие варианты. Да и сам, кстати, полет на Гренландии очень интересный. То есть вот этот из окна самолет. Если поедет погода и будет ясно, то вы видите вот эти вот фьорды ледяные там. Плавающие айсберги в море. Ну, конечно, да. Даже просто пролететь на Гренландии то впечатляет. Наверное, один из самых красивых перелетов на всей планете. Я так думаю. Вот. Еще вопрос с визой. Виза, как бы, получается, что, хотя она принадлежит Гренландии и Дании, но визу требуют они свою специальную, гренландскую. То есть получать ее надо в датском посольстве. То есть вначале надо получить, это я рассказываю как по правилам, вначале надо получить шенгенскую визу, чтобы как бы попасть туда откуда-нибудь. То есть либо с Исландии, либо с Копенгагена, потому что транзитные, как бы, они не транзитные, аэропорта здесь. Вначале по-любому надо получить шенгенскую визу, потом еще получив ее, еще получить в датском посольстве гренландскую визу. Я получал норвежскую визу, а когда она у меня была на руках, я пошел в датское посольство и получил гренландскую визу. В принципе, эту визу у меня, по-моему, в Исландии даже не смотрели. То есть там как повезет, я так понял, что у кого-то смотрят, у кого-то нет. То есть, в принципе, можно рискнуть и попробовать не делать эту визу, но может быть, что если вы влетите, то вас не посадят просто на самолет, а перелет действительно дорогой. То есть, потерять много денег, не знаю. Ну, есть риск, но как бы и есть возможность. Когда я обратно летел, вот с Кангерлису, опять, я что-то там даже переживал, что сейчас вот лететь в Копенгаген, сейчас международный тип, как аэропорт, может будут проверять там. Ну, здесь вообще визу никто не смотрел, даже паспорт, по-моему, не спрашивали. Фотографии, наверное, ну, я бы, наверное, показал фотографии свои, они сверли фамилии, все. То есть, обратно, главное туда улететь, обратно вообще без проблем. Может быть, в Копенгагене не спросят визу, не знаю. Это надо посмотреть в сети, может, кто-то летал напрямую из Копенгагена без визы. Вот. В общем, вот такой маршрут, очень дорогой, но я думаю, раз в жизни, конечно, туда слетать стоит, если вы любите лед, потому что, ну, больше только Антарктида, вот так, по такому масштабу оледенения. Ирландия на втором месте, центральный ледник очень огромный. Вот. Так что, вот такое вот у меня было путешествие. Очень, наверное, самый дорогой из всех моих поездок. Но, конечно, хотелось бы побывать в Гренландии еще не один раз, потому что страна мне действительно понравилась. Природа там, конечно, восхитительная. Это я еще был только вот в парочке мест. Вообще, если вот так посмотреть, даже со спутником, конечно, впечатляет тамушки пейзажи. Вот так что, если есть возможность, то обязательно посетить Гренландию. И можно даже на корабле. То есть паромы ходят и будет, ну, не знаю, интереснее или нет, на самолете как бы тоже вид сверху, конечно, покруче, чем с водой, но все равно. Для разнообразия можно и на пароме. Вот так вот. Если заинтересовало, то почитайте отчет, посмотрите картинки, чтобы ознакомиться с этой страной получше. В общем, все. На этом обзор окончен. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok